Добрый день! Добрый день! Вы смотрите информационную программу «Мы Израиль». Министр науки Израиля встретился в Вашингтоне с руководителем Аэрокосмического агентства Соединенных Штатов. Они обсудили будущее участие израильского астронавта в полетах. Это может произойти в 2020 году, через два года после того, как НАСА возобновит пилотируемые экспедиции. Они также договорились создать рабочие группы для обсуждения американо-израильских проектов в области космических наук. Руководство порта в городе Аждо торжественно открыло выставку работ, выполненных дочерьми их работника. Оказалось, что Эхиэле Бен Амо, две дочери Эти и Адая, занимаются изобразительным искусством. Первая представила 40 картин, вторая выбрала видео-арт. После первого показа выставка начнет путешествовать вокруг гавани. 7,5 тысяч рукописей Исаака Ньютона, его богословские сочинения, признаны ЮНЕСКО частью программы «Память мира», направленной на сохранение вкладов в историю и развитие человечества. Эти рукописи хранятся в Национальной библиотеке Израиля, в Иерусалиме. Ньютон полагал, что наука и вера неразрывно связаны между собой, и что Бог является автором двух книг – «Книги науки» и «Священного Писания». Эти две книги – ключ к пониманию мира и его истории с самого начала и до конца. Великий ученый освоил иврит, изучал Пятикнижие, а также Талмуд и Кабалу. Ньютон полагал, что если бы он смог разгадать тайны, зашифрованные в Пятикнижии и других священных текстах, он бы постиг истину и сумел бы не только заглянуть в прошлое, но и видеть будущее. Он подсчитал, что мир закончится в 2060 году. В 1936 году его бумаги попали в руки уроженцы Иерусалима Авраама Шалма-Иуды, лингвиста и писателя, специалиста по ближневосточным исследованиям и коллекционера редких документов. Потомки Ньютона предложили рукописи великого ученого Кембриджскому университету, но там решили оставить у себя только ту часть наследия, которая касается физики. А рукописи по химии и богословию оказались на аукционе Содби. Шалом-Ягуда смог купить богословские труды за умеренную сумму, потому что рядом проходил аукцион импрессионистов. Собрание рукописи Исаака Ньютона было передано в дар Национальной библиотеке Израиля в конце 1960-х годов. Ньютон принес науку в сферу религии. Он полагал, что мог бы восстановить Третий храм, если бы сумел вычислить длину акведуков, доставлявших туда воду. Он был очарован пророчествами Ехискеэля и изучал других пророков, в частности Даниэля. Субтитры создавал DimaTorzok Я рад приветствовать вас в этом зале, который стал нашим приютом уже последние два года. И мы периодичностью примерно, практически раз в месяц здесь встречаемся. И по продолжению цикла, который проводится в Афуле, с жизнью замечательных бакинцев, мы как бы присоединились и расширяем этот цикл и проводим его на второй площадке, вот в Иерусалиме. И здесь побывало уже очень много интересных бакинцев. Такими словами, Александр Аграновский открыл очередной вечер Международной ассоциации «Азиз» в Иерусалимской русской городской библиотеке. Из череды наших гостей, сегодня самый молодой, были немножко постарше, Рафи Касимов. Я познакомился с ним в 92-м году здесь, на курсах экскурсоводов. Все писали по-русски, один писал на иврите, конспект. Это был Рафи, причем писал свободно. Потом оказалось, что он не только на иврите, а еще на нескольких языках может писать, и он нам об этом расскажет. Если бы мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, что я буду в Израиле читать лекции, да еще и по иудаизму, если бы мне это сказали лет 30 тому назад, я бы немножко удивился. Потому что я работал тогда преподавателем в Институте иностранных языков, преподавал французский язык. В Израиле я написал докторат, диссертацию по французской литературе на французском языке. Потом получил вторую степень уже по педагогическому лидерству. И тема это была изучение страны Израиля. Лимудэй Радзисраэ, то что называется. Ну а дальше, а далее везде, как говорится, дальше уже что накопал, то накопал. Вот так, вкратце. Ну, и соответственно, когда мы с Сашей говорили о том, какую встречу можно сделать, он предложил мне, собственно говоря, как тему рассказать немножечко о взаимоотношениях евреев, азербайджанцев, вообще восточных людей, иудаизма, ислама. Я решил, как говорится, это сделать. И скажу сейчас, начну, наверное, прямо с этого. Можно я еще тут начать? Давай. Извиняюсь. Просто, чтобы потом не возвращаться. Значит, у нас на этих вечерах оказалось, что очень много наших гостей, и у нас, и в Афуле, выпускники школы номер один. То есть школы, которая дала очень много интересных людей, и тот состав, который там был в этой школе. И вот у нас выступали Павел Амурен, Иосиф Шагал, Софа Барзагер, Ирина Ротте, Лев Спивак, Давид Кон и так далее. А если посмотреть вот в виньетки этой школы, то там очень интересный набор фамилий. Это, естественно, Арон Визель, Корсунский, Амингер, Покрас, Коган, Мантыль, Гуревич, Боровик, Гельман. На самом деле корни уходят в далекое легендарное прошлое. Потому что написано о том, что еще 10 колен Израилевых, когда были изданы из эры Цесраэль, попали куда-то там, неподалеку от Азербайджана. И надо полагать, потом немножечко переместились на север. До сегодняшнего дня, кстати говоря, я спрашиваю себя, откуда происходит название одной из деревень в Азербайджане, Лохич. Потому что уж очень напоминает древний иудейский город Лохиш. Одно и то же фактически название. Не были ли это изгнанники, собственно говоря, из-за иудеи, которые основали эту деревню и дали ей имя. Есть еще одно свидетельство, тоже легендарное или полулегендарное. Оно встречается в Талмуде. Когда говорят, что какая-то заповедь соблюдается даже в какой-нибудь Матаракане, куда Макар телят не гонял, ну или, соответственно, куда Юханан телят не гонял, то упоминается город Гинзак, который очень напоминает город в Азербайджане по названию город Гянджа. Ну, и, соответственно, если говорить, собственно, о Баку, то надо полагать, что еврейское присутствие там достаточно дарное. Мы слышим о еврейском присутствии в Баку на протяжении веков. Но сам город ведь фактически стал тем Баку, в котором большинство из присутствующих в этом, очень многие, по крайней мере, присутствующие здесь родились и выросли. Это город, который возник по-настоящему, как мы его знаем, в конце девятнадцатого века, когда приезжают со всех концов люди совершенно разных национальностей, в том числе и евреяшки назови, и селятся, соответственно, в этом городе или в других. Затем разговор перешел ко второй основной части – взаимоотношениям иудаизма и ислама. В Коране неоднократно упоминаются так называемые «бану Исраил» или «сыны Израиля». Но на этом, собственно говоря, не заканчивается вот это вот влияние. Я думаю, что... Значит, давайте, может быть, я почитаю вам сейчас, что говорится в Коране, в суре сороковой, аят пятьдесят третий. То есть в Коран, в принципе, разделен так же, как Танах, разделен на Праким и, соответственно, Всуким, так же и Коран разделен на Суры и Аят. Сура – это соответствует еврейскому слову «шуа», слово того же происхождения. Так вот, сура сороковая. Голосы следующие. Перевод Кравцова. «Мы дали ему все прямой путь и оставили в наследство сынам Исраила книгу в руководство и напоминание для обладающих умов». Это означает, что в Коране четко признается Бога данной Сторы. И более того, ее называют так же – Таурат. То есть то же самое слово. Давайте сейчас посмотрим, собственно говоря, что в Коране мы находим еврейского. А находим мы в нем много, очень много еврейского. Сура вторая. Корова, так она называется. Аят двести тридцать пятый. «Охраняйте молитвы и молитву средние, и стойте перед Аллахом благоверно». В отличие от многих других стихов из Корана, этот стих кажется понятным. Охраняйте молитвы, молитесь, да. Но единственное, что непонятно абсолютно, это вообще такое молитва средняя. Эта вещь абсолютно непонятная. Мы знаем, что в исламе есть пять молитв. Значит, две произносятся, ну, на утром, две вечером, а одна – днем. Значит, средняя молитва – это молитва, которая произносится днем. Почему надо ее охранять особенно, и надо за ней особенно следить и думать о ней? Господа, мы этого не узнаем, если не знаем Талмуд. Потому что в Талмуде, в Тарактате Проход, в Виланске Талмуд, Тарактат Проход, 66-й лист, там написано так. Сказал Рави Харбу, сказал Равхуна. Человек всегда должен трепетно относиться к молитве Менха. «Ибо мольбам Ильи Пророка Бог внял лишь во время молитвы Менха». В Талмуде таким образом говорится, что Менха – это особая молитва. Это дневная молитва, да, для тех, кто, может быть, не знает, что такое Менха. Значит, это дневная молитва, и что вот к ней нужно относиться особенно трепетно. Ну, можно, может быть, понять это социологически, потому что, когда ты утром встаешь, то как бы, ну, привык уже утром молиться, так молишься утром. Вечером тоже привык, там, перед отходом ко сну, помолиться. А вот днем ты бегаешь по своим делам и занимаешься другими вещами. И поэтому тебе говорят, обрати внимание, дорогой, дневная молитва, она тоже очень важна. Как вы понимаете, в Талмуде оно написано, и в Коране оно было переписано. Практически появилось то же самое сообщение. То есть большинство связей, которые есть в Коране, с аудаизмом, это связь с Талмудом, с Медрашами и так далее. Разговор шел на весьма основательном уровне. Но Рафик Асимов показал, что он умеет общаться с аудиторией не только в академических рамках. И задал предпраздничный вопрос. Господа, значит, давайте посмотрим, знаете ли вы имя, отчество царицы Эстер. Давайте сейчас проверим вас. Итак, господа, четыре варианта ответа. Имя, отчество Эстер. Первое. Адаса Мардыхаевна. Второе. Адаса Михайловна. Третье. Адаса Давидовна. Четвертое. Адаса Млаховна. Какой из четырех ответов правильный? Ну, последний. Ну, второй, второй. Второй, правильно. Адаса Михайловна. На этом вечер не завершился. Мы решили самым активным и выдающимся членам нашей общины преподнести небольшой подарок. И поскольку в Иерусалиме это, конечно, Саша Аграновский, в его честь Керен Каенет и Азиз в президентском лесу посадили именное дерево. Следующая рубрика «Есть что вспомнить». Керен Каенет и Азиз в президентском лесу посадили именное дерево. Насколько мне помнится, эта песня впервые прозвучала на 18-м съезде Комсомола, на котором присутствовал Леонид Ильич Брежнев. И Брежнев сказал, что эта песня – это молодые годы его поколения. И там, где надо, эти слова записали. И песня прошла красной нитью через все три фильма по гениальной технологии Леонида Ильича «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Под музыку из этой песни Брежнев встречал всех прилетавших в страну президентов. Во внуковском аэропорту расстилался красный ковер, почетный караул, звучала эта музыка, и только потом Брежнев целовался уже со всеми прилетавшими президентами. Ну и песня эта прошла автоматически на заключительный концерт для очередного съезда партии. И мне Иосиф Кобзон рассказывал такую историю, что часа за четыре до концерта в зале была генеральная репетиция. И вдруг режиссер программы понял, что ему придется объявлять, что исполняется песня, музыка, мовсесяна, стихи, гимна, поет Кобзон. Да, вот вам смешно, он, говорят, был все белее стены. Он никак не мог произнести эти три фамилии перед совестью эпохи, которая соберется через четыре часа в этом зале. Режиссер стал искать выход из положения. Он был талантливый, выход нашел. Он поставил на сцену артистов сорок балета, овалом, дал им в руки шестеренку, пустил на экран новости дня. И под эту новость дня и под эту песню они быстро-быстро по кругу передавали друг другу шестеренку. Больше ничего они не успели подготовить. Но зато было объявлено, что исполняется вокально-хореографическая композиция на тему песен из фильма «Возрождение» поет Иосиф Кобзон. На этом наша программа завершена. Всего доброго!